Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Президент Казахстана Нурсултан Азербайев выразил благодарность депутатам Мажелиса и Сената парламента за проделанную им в текущем году работу, сообщает Кастак. Невзирая на неблагоприятные явления на внешних рынках, Казахстану удалось сохранить экономическую и социальную стабильность. Этому способствовала плодотворная законотворческая работа парламента республики. Оперативно и качественно была подготовлена правовая база как для текущих социально-экономических мер, так и для реализации пяти институциональных реформ. В этой связи позвольте выразить благодарность всему депутатскому корпусу, сотрудникам аппарата Сената и Мажелиса за конструктивную работу, неоценимый вклад в преобразование нашего государства. Зачитал поздравления Азербайева спикер Сената парламента Касымжим Март Такаев сегодня на совместном заседании Палат парламента. Депутаты Мажелиса и Сената парламента Казахстана и впредь будут надежной опорой для главы государства, заявил спикер Мажелиса парламента Кабибулла Джакупов, передает Кастак. Глава государства в этом году не один раз давал высокую оценку работе двух палат и сегодня в своем поздравлении еще раз выражает особую благодарность. «Для нас это большая честь и в то же время огромная ответственность», сказал Джакупов сегодня на совместном заседании Палат парламента. «Разрешите от имени всех нас выразить благодарность главе государства за высокую оценку нашей работы и за сегодняшние поздравления. Мы и впредь должны быть надежной опорой нашего президента в служении интересам страны», пообещал он. Самые значимые события, произошедшие в текущем году, по мнению государственного секретаря Казахстана Гульшары Абдакаликовой, подводя итоги года, хотелось бы напомнить, что в этом году мы отметили несколько знаменательных дат. 20-летие Ассамблеи народа Казахстана и Конституции. 70-летие победы в Великой Отечественной войне, пишет Интерфакс Казахстан. «Праздничные мероприятия в течение года во всех областях проводили под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. И я считаю, что это было правильно, потому как пока во всем мире происходят различные бойни, взрывы, межрегиональные, межэтнические столкновения, у нас в стране более 130 национальностей живут в дружбе. Это надо всегда показывать», – отметила Абдакаликова. О важнейших событиях уходящего года в духовной жизни Казахстана агентство «Интерфакс Казахстан» рассказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана Верховной Муфти Ержан Кажи Малгажи Улы. «В уходящем году мы впервые провели Республиканский форум имамов. По итогам работы форума участники приняли и утвердили такие исторические документы, как личностный облик мусульманина, личностный образ имама, этика служащего Духовного управления мусульман Казахстана. Также в этом году по инициативе Духовного управления впервые был принят исторический документ «Платформа мусульман Казахстана», которая стала своеобразным руководством для мусульман нашей страны. Наряду с этим знаменательным событием было и проведение форума «Улема» в Центральной Азии. Самые яркие и значимые события этого года, по мнению министра культуры и спорта Казахстана Арстенбека Мухаммедиулы, цитирую, «Уходящий год запомнится казахстанцам яркими событиями в сфере культуры и искусства. Впервые в Казахстане ко дню столицы министерство осуществило необычный проект – постановку оперы Джузеппе Верди «Аида» под открытым небом на площади независимости перед Дворцом мира и согласия. Один из символов Астаны пирамида стала натуральной декорацией грандиозного театрального действия с элементами шоу и современными спецэффектами. Уверен, казахстанцам запомнилось и театрализованное представление «Менгелекьель». Это, пожалуй, самый яркий и грандиозный по своей идее и воплощению музыкально-театрализованный проект, посвященный 550-летию казахского ханства. Конец цитаты. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Вы смотрите программу «Факты» и мы продолжаем. Сегодня в Акимате города Актубе состояло заседание городского актива, в котором принял участие Аким Актюбинской области Бердебек Сапарбаев. Главной темой встречи стало обсуждение итогов социально-экономического развития города за уходящий год и задач на год предстоящий. По оценке главы региона, итоги уходящего года можно было бы однозначно назвать успешными. По некоторым показателям даже удалось вырваться вперед. Но общую ситуацию подпортил финансовый кризис. Есть показатели, которые от нас не зависят, отметил Бердебек Сапарбаев. Некоторое снижение связано, например, с тем, что не все крупные объекты, которые намечались, удалось ввести в эксплуатацию. Это повлияло на то, что по трём показателям есть явное снижение. Что касается планов на будущее, то здесь тоже всё зависит от того, как будет складываться ситуация в мире. Мы с вами не знаем, что будет в 2016 году, если стать единственной, которая сейчас есть по отношению стоимости углеводородного сырья, курса тенге, то, может быть, экономическая ситуация ещё хуже. Поэтому резерв, дополнительные источники, возможности международных организаций, банков. И, конечно, один из самых главных вопросов – это привлечение инвестиций. Одним из важных моментов Аким назвал сохранение экономических отношений с основными партнёрами республики – Россией и Китаем. Именно на этих соседей надежда в плане привлечения инвестиций. Поэтому уже в уходящем году в этом направлении предпринимались шаги. Например, речь идёт о визите Акима в Китай. Что касается нашего региона, то было отмечено, что, например, в промышленности причин для беспокойства пока нет. Отмечаются темпы роста и объёмов инвестиций. А вот в сельском хозяйстве есть над чем подумать. В последние годы уменьшилось поголовье скота в личных подворьях. Так, за три года количество крупно-рогатого скота уменьшилось более чем в три раза. Да и по посевам особо радоваться нечему. Погодные условия заметно снизили показатели. В текущем году в запас земель города возвращено 53 тысячи гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель у 50 землепользователей. Кроме этого, в целях повышения ответственности землепользователей по целевому использованию земель в масляхатам города на очередной сессии 25 декабря 2015 года принято решение о повышении базовых ставок земельного налога на неиспользуемые земли сельхозназначения в 10 раз. При этом за 11 месяцев валовая продукция сельского хозяйства составила почти 14 миллиардов тенге. Алиса Маринец, Алимжан Молдобеков, программа «Факт». Сегодня на должность руководителя местной полицейской службы органов внутренних дел Актюбинской области был назначен теперь уже экс-начальник управления административной полиции Канат Алиев. С 1 января нового года вводится в действие закона о внесении изменений и дополнения в законодательные акты по вопросам деятельности местной полицейской службы. Кандидатура Каната Алиева была предложена Акимом Актюбинской области Бердебеком Сапарбаевым. И сегодня на 38-й сессии областного маслехата депутаты и выборы главы региона поддержали. Как рассказал новоиспеченный руководитель местной полиции, в ведомстве будут трудиться 1200 сотрудников и службы административной полиции. Всего по области функционирует 34 полицейских пунктов, из них по городу 26. Однако на сегодняшний день этого мало. Первые сейчас три участка по городу это у нас Нур-Сити, сами знаете, 22. По этим, значит, жилым массивам сейчас мы уже проводим работу для того, чтобы в этих местах открыть участковые пункты полиции, это обязательно. Значит, а по нормативам, нормативы согласно приказу 282-го он имеется. Значит, по сельской местности 1500, по городу 3000 населения одного сотрудника, участкового инспектора полиции. На сегодняшний день упор делается на сотрудничество полицейских с общественностью, привлекается все больше добровольных народных дружинников. Это подчеркнул и Аким Актюбинской области. Надо здесь работать с крупными компаниями, например, Актюбинной газ, Казхром и так далее. На основании коллективного договора с ними можно заключить какой-то меморандум по отношению материального стимулирования участников ДНД. На сессии Маслихата депутаты выступили с предложением увеличить в спецсоне количество криминалистов. Это поспособствует тому, что в учреждении не будут скапливаться большие очереди. Айшат Ибрагимова, Алимжан Молдабеков, программа «Факт». В областной детской больнице открыт кардиохирургический центр. Теперь, чтобы сделать нуждающимся детям операцию на сердце, необязательно ехать в Астану. Все необходимые манипуляции на главном органе человека могут провести и актюбинские врачи. С момента открытия кардиоцентра медики уже успешно провели 17 сложнейших операций. Данная работа в следующем году будет продолжена уже в тандеме и со столичными медиками. В этой самой операционной, вот за этим столом, была сделана операция восьмилетний осель. У девочки от рождения отсутствовала одна перегородка сердца. Родители наблюдали у своего ребенка и частую отдышку, и быструю утомляемость. Проконсультировавшись с местными врачами, девочку решили все-таки оперировать в актюбе. Тем более, что с этого года у областной детской больницы есть для этого абсолютно все. И новое оборудование, и грамотные специалисты. У осели отсутствовала межпредсердная перегородка. Дефект составлял порядка, я же говорю, около 4 сантиметров. Для ее возраста и для ее сердца это очень много. То есть весь поток крови поступал в легкие. Мы заположили заплату, восстановили полностью всю эту перегородку. По УЗИ сердца у нас сейчас очень неплохо даже. Заплата стоит в той же позиции, в которую мы и хотели. То есть все нормально, никаких дополнительных дырочек у нее нет. Операция длилась 4 часа. Значительную часть этого времени пациент был подключен к специальному аппарату, который заменял ему одновременно и сердце, и легкие. Бригада актюбинских кардиохирургов справилась с задачей удачно. Теперь сердце второклассницы осель словно мотор заработало на отлично. Ануар Сагедулаевич и стал тем самым кардиохирургом, которому в числе остальных удается проводить уникальные операции на сердце. После интервью он снова бежит в операционную спасать новую жизнь. А вот и благодарны мамы детей, которым тоже были проведены сложные операции на сердце. Сейчас детки чувствуют себя замечательно. Переживания взрослых теперь позади. Моей дочери всего 10 месяцев она родилась недоношенной. Имелись проблемы с сердцем. В ней попросту была дыра. Благодаря нашим врачам все хорошо. Все прошло удачно. Спасибо большое нашим врачам. Это их заслуга. Оснащение детского кардиоцентра позволяет оказывать качественные медицинские услуги. Но надо смотреть в будущее. Главный врач детской больницы Нурлан Кожин заметил, развитие здравоохранения – один из приоритетов страны. Сейчас в медучреждении имеются вот эти новые современные аппараты. На их покупку из бюджета области было затрачено более 280 миллионов тенге. В общем, команда кардиохирургов областной детской больницы уже освоила новое оборудование. В год планируется проводить до 100 операций. А набраться опыта местным кардиохирургам помогут их столичные коллеги. На 2016 год у нас с Национальным кардиохирургическим центром подписан меморандум. В рамках реализации этого меморандума мы думаем, что будет тесное взаимодействие между Национальным кардиохирургическим центром, нашей областной детской больницей, в плане привлечения специалистов, обмена опытом, посещения мастер-классов, проведения тех или иных тяжелых сложных оперативных вмешательств к детям. Данный меморандум еще позволит нам сделать то, что распространить на весь западный регион. То есть с открытием этого кардиохирургического центра в этом меморандуме будет отражено, что кардиохирургические центры областной детской клинической больницы будут распространены на весь западный регион. То есть это области Западно-Казахстанская, Магаставская и Атравской области будут детишки лечиться у нас. До Нового года осталось несколько дней. Многие актюбинцы уже сегодня спешат приобрести фейерверки, петарды и бенгальские огни. Но многие забывают о том, что красивые салюты могут принести не только яркое зрелище, но и несчастные случаи. В новогоднюю ночь увеличивается число пожаров и ожогов, порой с летальным исходом. Подробнее об этом в следующем материале. Новогодние праздники приносят людям радостные эмоции. Праздничные салюты дарят ощущение добра и волшебства. Вот только не всегда все заканчивается сказкой. Иногда это переходит в жанр трагедии. И все это по той причине, что многие идут покупать взрывоопасный товар у случайных торговцев. Низкие цены всегда привлекали людей. Сегодня наша съемочная группа наблюдала беспрепятственную продажу пиротехники прямо на улицах нашего города. На вопрос, а есть ли сертификат на продукцию, юные торговцы отвечали, что этот товар выставлен не на продажу, а стоит просто как сувенир. В неискренности их слов сомневаться не приходится. У торговцев в местах стихийной торговли и на самодельных прилавках сегодня лежало несколько видов ракет, салютов, хлопушек и бомбочек. Хотя по закону продавать пиротехнику разрешается только в специализированных магазинах фирмам, имеющим лицензию. Такая лицензия выдается МВД. В нашей стране запрещено продавать не сертифицированную продукцию. Каждый должен думать, куда стрелять, как стрелять. А так праздник есть праздник. Сами будете брать, да, наверное, фейерверки? Возьмем. А опасения какие-то есть, вот как-то в меры безопасности все-таки? Вы когда покупаете, вы спрашиваете, сертификат есть или нет на товар? Нет, ничего не спрашиваю. Нет, не беру. Почему? Ну, опасно же это. А потому что в открытом доступе продают, и дети могут покупать бомбочки, это же опасно. Вот как ваше мнение? Ну, нельзя продавать такие вещи. Насмотрены, наслышаны, как сок этого, что превращается. Я мне считаю, что это по-любому, под присмотром взрослых. Только так, вот в 12 часов выйти немножко, пострелять и все. А вот дети, когда бомбочки могут бросить, например? Это вот плохо. Плохо. Они, во-первых, вот так делают, взрослые люди идут, пугаются, подпрыгают, там падают. Я сколько раз сама это видела. Конечно, плохо, ничего хорошего. Они же еще кидают под ноги. Ну, любая торговля с улицы, это не приветствуется. А такие вещи, как взрывоопасные, они, естественно, должны продаваться в определенных местах, в определенных магазинах. И, конечно же, должен быть обязательный сертификат. А то, что вот так вот продают, просто люди сами должны ответственно к этому относиться. И не покупать их, и не идти на поводу у детей. Такие вещи только, конечно, в магазине надо. И опять же, знать правила, как обращаться. Мы сколько примеров видим, вот даже целое кафе загорелось от этих петард. Приобретая пиротехнику, важно обращать внимание на наличие сертификата соответствия и инструкции, а также на целостность упаковки, срок годности изделия. Напомним случай, который произошел в российском ночном клубе «Хромая лошадь», что находился в Перми. В результате пожара, который возник по причине использования пиротехники внутри помещения, погибло более ста человек. До Нового года осталось совсем немного времени. И если вы все-таки решили устроить праздничный фейерверк для себя и для своих детей, пожалуйста, не забывайте о правилах безопасности. Айшат Ибрагимова, Сергей Калашников, программа «Факт». Сегодня в городском дворце школьников состоялась новогодняя елка с участием Акима города Бигбола Сагына. В праздничном мероприятии приняли участие 100 детей-сирот и детишек, оставшихся без попечения родителей. На празднике детей развлекали сказочные персонажи – Дед Мороз со Снегурочкой. Аким города подарил каждому ребенку подарки, книги и сладости. Сегодня в городском дворце школьников царила сказочная атмосфера. Каждый из детишек был наряжен в маскарадный костюм, а настроение им поднимали аниматоры в роли веселых зверушек, героев и сказок, и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. Я думаю, что это им понравится, потому что мы максимально старались, чтобы это было действительно сказочное представление, где они не как зрители, а максимально активно будут принимать участие. От имени Акима города всем детям будут сладкие подарки, а также книги-сказки. Поздравить детишек поспешил и Аким нашего города Ербол Сага. Градоначальник пожелал детям крепкого здоровья, успехов в учебе и вручил всем подарки. Дети наших будущих, я вам желаю в Новом году самое главное здоровья, чтобы вы были отличниками в учебе и в исполнении ваших желаний в 2016 году. Наступающим вас в Новом году! Дети искренне радовались сладостям и интересным книжкам. Также их веселили зажигательные танцы и интересная шоу-программа. Хочу выразить благодарность Акиму за проведение елки и новогодней подарки. Здесь звучит красивая музыка. Мы смотрели новогоднюю сказку и проводили хоровод у елки. Я в роли капитана морского спецназа. Остальные дети тоже очень красивые в костюмах. Они там хиры, крики, обезьянники, пираты, короли, принцессы и все другие. Поздравляю всех с Новым годом, желаю всем счастья, плавное здоровье и благополучия в семье. Мне подарили подарки, они были очень замечательные. Аким города организовал нам такой великолепный праздник. Спасибо ему огромное. Акиматом города запланировано проведение 10 новогодних детских утренников для детей-сирот, детей-инвалидов и детишек из малообеспеченных семей. Всего в этом году на елке Акима приглашено более тысячи человек. Айшат Ибрагим Бамиджан Молдобеков, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра.